Привет! Я Марина Воронина. Привет из Гонконга. Здесь я живу уже 11 лет. Родом я из Узбекистана. Точнее, я родилась в Таджикистане, но переехали потом в Узбекистан. О себе я буду рассказывать на основе 8 стран, в которых я жила или путешествовала. Первая страна в моем списке — это Таджикистан, моя родина, где я родилась и прожила первые 9 лет своей жизни. Именно в этой стране я поняла, что рыбачить можно не только ловя рыбку, но еще на удочку попадается и ботинок. Мой папа заядл рыбакой, поэтому он возил меня с малых лет на рыбалку. Затем мы переехали в Узбекистан, и мы жили в Самарканде. Именно в этой стране был этап взросления и становления меня как личности, я считаю. Здесь, в Узбекистане, я приобрела двух подруг по жизни, которые очень судьбоносно повлияли на события в моей жизни. Благодаря одной из подруг я вышла замуж за иностранца, за француза. Сейчас нахожусь в браке уже скоро будет 14 лет. А подруги переехали в Москву, кстати. Потом я переехала в Швейцарию, и в Швейцарии у меня было ощущение свободы. То есть это была первая страна, когда я выехала за границу. И на тот момент для меня было все новое, и все по-другому. Мне надо было просто перестроить свое мировоззрение и повернуть его на 180 градусов. В Швейцарии я почувствовала себя миллионершей. Это ощущение, которое у меня, наверное, было единственный раз в моей жизни. Когда я получила свою первую зарплату в 2000 франков, это, наверное, 2000 долларов, я перевела эту сумму в узбекскую валюту, и я поняла, что это там 2 миллиона сумм. И у меня было вот это вот ощущение миллионерши. Еще в Швейцарии я выучила два языка, французский и немецкий. И ходила на свидания со словариком по немецкому языку. Очень был такой интересный опыт. Но достаточно продуктивный. За два года я уже смогла бегло говорить и на французском, и на немецком. Из Швейцарии я, кстати, вышла замуж за своего мужа. Франция. Мой муж перевез меня во Францию, где я работала в компании узбекских авиалиний. И я впервые в этой компании поняла, что самолеты сами не ездят назад. У них нет заднего хода. Есть толкач, который передвигает этот самолет. И тогда впервые, благодаря этой авиакомпании, я познакомилась с политическими людьми Узбекистана. То есть там были у нас VIP-рейсы. Был такой интересный опыт тоже работы с ними. Именно во Франции я отказалась от работы с Кристиан Диор и от работы в пятизвездочном отеле на Елисейских полях. И все это было в пользу узбекских авиалиний. И на тот момент я поняла, что как важно следовать своему желанию. Потому что на сегодняшний момент это был, наверное, самый интересный опыт работы как с людьми, так и с техникой, так и вообще с миром авиалинии, авианитострии. Ну и, конечно же, Лазурный берег во Франции. Наверное, было впечатление в одно лето, что я как будто являюсь частью Каннского фестиваля. Каннского, да, Каннского фестиваля. Потому что у нас была группа знакомых. Мы арендовали яхту, кутили на Латарном берегу. В общем, такое было лето немножко голливудского стиля. Затем судьба нас перебросила в Гонконг. В Гонконге я себя почувствовала впервые. Точнее, для меня это опыт становления матери, да. Здесь я родила своих первых двух детей. Третьего ребенка я родила в США. В Гонконге я еще очень втянулась в мир искусства. Именно в Гонконге я полюбила оперу. У меня здесь есть знакомые, которые объясняют все тонкости оперы. Я постоянно хожу на их семинары. И я приобщилась к балетному миру. Стала заниматься балетом для себя. И буквально два года назад увлеклась бальными танцами. Мы занимаемся с группой русских девочек. Ча-ча-ча, самба-румба. Это меня очень энергетически подзаряжает. Таиланд. Таиланд это наша, можно сказать, летняя резиденция. Каждое лето на протяжении 10 лет мы едем в Таиланд отдыхать с детьми. Проводим там наши летние каникулы. И в Таиланде прежде всего отдыхают мои уши. Отдыхают мои уши от городского шума. Также отдыхают глаза от насыщенных бетонных джунглей, которые в Гонконге. В Таиланде я смотрю на чистое небо, на эти просторы. Кроме пальм и двухэтажных зданий ничего нет. И это очень здорово восстанавливает за год жизни в шумном городе. В США. Небольшой такой тоже опыт. Именно на Гавайях родился мой третий ребенок. Родился почти в океане. Именно на Гавайях я увидела больших черепах морских. Они плавали рядом со мной. То есть, я не знаю почему, но они, наверное, еще любили беременную женщину. Нью-Йорк. В Нью-Йорке я была в этом году. И для меня он ассоциируется с Мари Кандо. Мари Кандо это, можно сказать, гуру по наведению порядка. Значит, я являюсь на данный момент официальным консультантом Мари Кандо в Гонконге. Моя профессия это организация порядка в доме. Очень такая новая профессия, интересная. Я уже год в этом бизнесе. Открыла курсы для домработниц тоже, как научить их быть организованными. И провожу периодически, стараясь каждую неделю, семинары и воркшопы по этой тематике. Дальше. Россия. Россия тоже моя, можно сказать, родина со стороны прабабушек, прадедушек, прародителей. Я никогда в ней не жила, но очень часто бываю. Мои родители живут в России, в Москве. И я стала приезжать в Россию каждый год, навещать их. И параллельно совмещаюсь с бизнес-путешествиями, потому что в Россию я приезжаю на конференции по организации пространства. Была буквально месяц назад в Питере, где меня пригласили быть спикером. Ну, очень буду рада познакомиться с вами со всеми по видеопрезентации. И будем на связи.